Добрый вечер, в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Формула Гройсмана. Кого из политиков премьер предложил отдать России за газовые долги в случае, если по ним придется заплатить? Проблема выбора. С чем приехал в Москву госсекретарь США Рекс Тилерсон? В сухом остатке. Что участники Большой Семерки решили с санкциями против России? Койко-место для американского президента. Какой отель отказал в крыше над головой Дональду Трампу? Владимир Гройсман год спустя. Премьер-министр сегодня отчитался об итогах своей работы. Глава правительства заявил, что ему удалось заложить фундамент для развития экономики и энергонезависимости нашей страны. Опасается ли Владимир Гройсман от ставки? И есть ли у него президентские амбиции? Узнаем от Александра Васильченко. Пенсии украинцев увеличат уже в мае. После принятия реформы, уверяет Гройсман, выплаты изменятся кардинально. Соцвыплаты вырастут на сумму от 200 до 1000 гривен. Таким образом, минимальная пенсия уже осенью составит 1700 гривен. Деньги на внедрение новых реформ, считает Гройсман, правительство найти сможет. Хотя премьер не скрывает свои коррективы, внесла экономическая блокада Донбасса. Сейчас Кабмин вынужден искать альтернативу Донецкому углю. А это лишние расходы для госказны и потеря миллиардных поступлений от горнодобывающих предприятий в бюджет. Пополнить госказну должна и земельная реформа. Это еще одна инициатива, внедряемая правительством Гройсмана. Премьер уверяет, реформа ориентирована исключительно на отечественного фермера. Украинские аграрии при поддержке правительства смогут распоряжаться землей, брать кредиты на спецтехнику и развивать технологии. Раздавать земли иностранным инвесторам, как этого хотели предыдущие реформаторы, не будут. Никакого сантиметра украинской земли иноземцам. Никакого сантиметра. Наша позиция, что мы не поддерживаем открытие рынка для больших корпораций и холдингов. Мы будем створивать и помогать створить корпоративный рух. Я хочу, чтобы украинский фермер начал выработать конкурентную продукцию. И рынок земли для фермеров – это надзвучайно важный инструмент. Еще один важный пункт – продажа в частные руки убыточных госпредприятий. По мнению премьера, такие компании неэффективны. И с помощью коррупционных схем из них выводят бюджетные деньги. В прошлом году на аукцион выставили около 450 таких предприятий. Продажи планировали пополнить бюджет более чем на 17 миллиардов гривен. В итоге не смогли заработать и 200 миллионов. Как результат, после долгой критики со стороны правительства, глава фонда госимущества Игорь Белуус подал в отставку. Ему нужно было быть более жестким, принциповым и четким. Но про великую жаль, я считаю, что ему не удалось. Себе реализовать на этой посаде. На про великую жаль, ряд процессов, которые мог бы делать фонд, были провалены. Теперь приватизацию, утверждает премьер, проведут заново. Кабмин с реформами затягивать не будет. Я хотел, чтобы пакет законов мы приняли в парламенте на этой сессии. И фактически мы могли бы сразу перейти до формирования умов великой приватизации. Акцентировал свое внимание премьеры на иски Газпрома в стокгольмский арбитражный суд по якобы долгу Украины за топливо. Это в последствии подписания контракта Тимошенко. И нам Россия все пораховала, что она подписывала. И поставила 40 миллиардов долларов позов до суда. Ну придется передать Тимошенко заместь грошей. Если она подписала, то пусть она и несет за это ответственность. Что же за это должны платить все украинские граждане? Также украинский премьер заявил об отсутствии президентских амбиций. Уверяет, баллотироваться не собирается. И собственную партию создавать не намерен. В 2019 году я буду брать участь в президентских выборах. Как все граждане Украины, прийду и проголосую за кандидата в президент. Александр Васильченко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Готов отчитаться премьер и перед народными избранниками. Как только те, в свою очередь, будут готовы его выслушать. В парламентских кулуарах сегодня обсуждали не только Кабмин, но и закон, на который потратили целый день, а в итоге отклонили. Так в чем же увязли сегодня депутаты? Давайте узнаем от Екатерины Лысенко. Пока премьер говорит о достижениях правительства, работу Кабмина вовсю комментируют нардепы. Говорят, отчет уже в стенах парламента. В письменном виде. А вот когда по плану выступления под куполом, парламентарии не знают. Насколько мне известно, презентация из видом уряда направлена в парламент. И мы ждем этот документ, как зарегистрированного документа. В любом случае, этот уряд, мы считаем, хоть мы, самопомощь, и оппозиционная фракция, но этот уряд мы считаем лучшим за попередним. Должна быть правильная процедура. Должен прийти, сказать, что у него получилось, что не получилось. По какой причине? Непрофессионализм. Коалиция не поддержала из-за того, что голосов нет. Какие-то другие абстрактные вещи. Во фракциях коалиции, похоже, меня из правительства не намерены. И когда бы не пришел премьер, его обещают поддержать. Будет заседание в Комитете экономической политики, где, в целом, будет приниматься звезд уряду в комитетских слушаниях. Я считаю, что после этого он будет вынесен до залу. Это может быть пятница, может быть уже после Трагневых свят. Но в любом случае, он должен быть. И я считаю, что пан Гройсман должен звездовать. Было много досягнений. Было много помилок. Такая людская доля, ну, извините, не помиляется тот, кто ничего не делает. Как члены коалиционного уряда, то мы будем поддерживать уряд в работе дальше. Потому что при призначении Володимира Гройсмана на встрече с фракцией, главной нашей задачей было продолжение реформы. Спикер тоже уверен, что депутаты одобрят работу Гройсмана. Мол, коалиция его поддержит. Но состав ее и для главы парламента загадка. По словам Боря Бия, в списке большинства, как такового, нет. А выяснить, кто в нем, можно путем опроса депутатов. Вы же можете теперь пойти к Ганну Губкову, чему члену коалиции? Можете пойти и спросить, Андрей Поробий, че я вечеринку коалиции? Это же не слова, это же политические заявки. Сейчас собираются в зале, голосы по одному, по два, коалиции не существует. И потенциал у влады принимать законы с силами коалиции нет нижних. Они ходят по залу, шукают голосы у разных партий, фракций, групп, тимчасовые союзы, между собой, чеки на том и все. Не работает коалиция, не работает Рада. Сейчас пойдет на месяц. Найголовное вопрос, а будет перерыва, а не будет перерыва. И какие-то политические вещи. Все. Ничего не происходит, ничего не делается ни для людей, ни для страны. По оппозиционному блоку есть требования к этой сессии, которая пока не перерывалась, но перерывается почти на месяц, в том, чтобы мы приняли решение, одно, простое. 3,5 тысячи гривен минимальная пенсия, 4,5 зарплата. Если у уряда есть деньги, нужно платить людям. Чем занимается цей парламент и правильная коалиция? Покажите программу развития государства и пакет законов, которые должен рассмотреть парламент для ее реализации. В Украине продолжает развал государственных институтов и, главное, социально-экономичного защита граждан. Под каждым из этих направлений нужна программа обновления, подкреплена законом. На залу сегодня нет социальных законов. Документ дня – закон о конституционном суде. В блоке Порошенко, как и в Народном фронте, не устают говорить о новациях. После ухваления закона будет не как орган судовой влады, а как отдельный орган консильного контроля. В частности, данным законом пропонуется новая структура консильного суда. Сейчас консильный суд будет складаться с большой палаты. Это 18 членов из двух сенатов. По 9 судов консильного суду и 6 коллеги, по 3 судов каждому. Запровадживается такой особенный институт, институт конституционной скарги, соответственно, до которого каждый граждан без исключения может обратиться с конституционной скарги до консильного суду. В том случае, если соответствующее судовое решение, которое вынесено по его справе, есть суммы о неправильном использовании или порушении закона. Все бы ничего, но между первым и вторым чтением в документе появилось много поправок. За каждую из них стали голосовать, и рассмотрение закона затянулось на часы. Но больше всего оппонентов документа смутила заработная плата судей Конституционного суда. Там полный нонсенс. При зарплате 180 тысяч гривен для судей Конституционного суду надбавки за два года складывают плюс 20%, за четыре года плюс 30%, за семь лет плюс 40%. То есть, в результате 30, 50, 70 тысяч гривен взяли надбавку. Плюс за науковый ступень, за все, за все. Они реально в эквиваленте отримают зарплату больше, чем 10 тысяч евро. Раньше было 15 судей, сейчас 18 судей. Содержание этих судей обойдется в Украине более чем в 7 миллионов гривен в месяц. Соответственно, в год мы будем платить на них более 80 миллионов гривен. Также непонятный функционал, а самое ужасное, что это позже ТВ-утримания. То есть, мы будем содержать этих судей и после того, как они закончат работать как судья Конституционного суда. В итоге обсуждению закона о Конституционном суде Нардеву посвятили целый день. Обсуждая каждую поправку. Хотя в сегодняшней повестке было порядка 20 документов. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Сегодня о проделанной работе отчитывался и глава фонда госимущества Игорь Белоус. Он рассказал, что больше не видит себя в этой должности и в дальнейшем планирует реализовываться совершенно в другой сфере. Напомню, в марте этого года премьер, недовольный результатами работы Белоусова, предложил ему написать заявление об увольнении, что он, собственно, вчера и сделал. Кто станет преемником, пока неизвестно. Для меня лично наставал час двигаться дальше. Мы много сделали, но еще много нужно было делать. Я просто себя вижу с точки зрения другого развития, в иншей, абсолютно, площадке, не в государственной структуре. Я не иду в политику, я не собираюсь идти на выборы и так далее. Я абсолютно вижу себя в бизнес-середовище, где я вырос. Освободить участников вчерашнего митинга возле здания МВД в Киеве требует нардеп Олег Березюк. По его словам, полицейские применили силу против мирного собрания и задержали нескольких участников этой акции. Напомню, вчера около 20 активистов вышли с требованием уволить командира роты полиции в Донецкой области Юрия Голубана, которого обвиняют в сотрудничестве с боевиками ДНР и министра Арсена Авакова, который, по их мнению, покрывает своих подчиненных. После того, как митингующие, возмущенные тем, что руководство МВД игнорирует акцию, написали на асфальте и на адресной табличке здания аббревиатуру ДНР, спецназ окружил протестующих. За ситуацией в сопровождении автоматчиков наблюдал советник Авакова Илья Кива, а когда участники акции обвинили его в коррупции, советник министра стал угрожать протестующим. Мы знаем твою сущность. Ты Шавка Авакова. Все. Вот и правда. В свободной жизни. Вот и Шавка Авакова. Ну что с тобой говорить? Илья. Такой же, как Голубан и Аброськин. И ты тоже уйдешь рано или позже. А за ним заберут туда. Только садились. Барсанисты. Именно предатели. Вот смотри. Вот смотри. Придет время, когда я сниму погоны. Понял? Какие погоны? Я делаю все в том, что пойду сейчас подошу репорт и сделаю все то, что я могу сделать. Напомню, Юрий Голубан прославился после выступления с трибуны Верховной Рады, где он жаловался на организаторов торговой блокады на Донбассе. 15 марта несколько бойцов Нацгвардии, полицейских в камуфляжной форме пришли на заседание Верховной Рады по приглашению депутата Народного фронта. От Народного фронта Антона Герасенко и заблокировали трибуну. После этого вице-спикер Оксана Сараид закрыла пленарное заседание, заявив, что появление силовиков в зале, где принимаются законы, недопустимо. Это грубое нарушение регламента. А Народный депутат Игорь Луценко обвинил Голубана в сотрудничестве с боевиками. Причиной этому стало появление в сети видео, где человек, похожий на Голубана, командует боевиками. Один из главарей ДНР подтвердил сотрудничество с украинским полковником Нацгвардии и тот факт, что весной 2014 года он служил в так называемом батальоне «Восток» и принимал участие в боях, а затем перешел на сторону Украины. Министр Аваков защищает своего подчиненного и заявляет, что видео было смонтировано. Тем временем ветераны МВД и вооруженных сил сегодня пикетировали парламент. По-прежнему они требуют пересчитать пенсии и вернуть льготы, а также создать профильное министерство, которое занималось бы проблемами ветеранов милиции, армии и АТО. Поддержать митингующих вышли и народные депутаты. Наших милицейских пиль совсем немає. Мы обратились и до министра внутренних справ, и до державного секретаря с того, что мы должны перераховать пенсии. Сгідно закону мы должны были перераховать пенсии на миссии с 1 сентября 2016 года. Министерство внутренних справ, персональный министр внутренних справ, керівництво пенсийного фонду, социальный блок уряду, блок урядовых органов неважливо, принизливо ставиться до наших абсолютно законных и конституционных вимог. Мы требуем сьогодні две простые вещи. Первое, сравнение с пенсиями новой полиции, новой армии. Эти люди в веке, севолосы, люди заслужили это. Мы в чергове наголошуем и требуем от Кабинета Министров Украины принять решение вместе с Верховной Радой Украины про створение Министерства ветеранів Украины. Журналисты здания «Украинская правда» Татьяна Козырева подала в суд на «Нафтогаз Украины». По ее словам, НАК отказалась раскрыть детали контракта с бельгийской компанией Кабинет Диэн и американской Value Bridge International, которых наняла для продвижения своего имиджа в Соединенных Штатах. Якобы, лоббисты работали над созданием положительного образа НАКа и сообщали американцам об успехах в реформировании компании. Однако в «Нафтогазе» отказались предоставить журналистам копии контрактов и стоимость этих услуг, хотя по закону обязаны. Теперь этим займется окружной административный суд Киева. Но вот с имиджем «Нафтогаза» в Европе уже не сложилось. Накануне Европейский банк реконструкции и развития один из главных кредиторов Украины заявил о провале реформирования НАКа. В открытом письме президент ЕБРР Сумачакр Абати призвал украинские власти не допустить фиаско в реформировании компании, а также сделать «Нафтогаз» независимым от политики органам. Напомню, за прошлый год тарифы на газ для украинцев выросли в несколько раз. При этом прибыль «Нафтогаза» в прошлом году составила 26 миллиардов гривен против чистого убытка почти в 28 миллиардов в 2015. Тем временем украинские газовики призывают власть не допустить усиления монополии «Нафтогаза» в Украине. Речь идет об идее руководства компании ликвидировать региональные газосбытовые предприятия, передать их функции НАКУ. В Ассоциации газового рынка Украины заявляют, что это усилит монополию и противоречит украинскому и европейскому законодательству. Действия «Нафтогаза» напоминают попытку устранить с газового рынка конкурентов, которые созданы и осуществляют свою деятельность в полном соответствии с украинским и европейским законом», говорится в заявлении Ассоциации. Газовики уже обратились в Европейское энергетическое сообщество с просьбой дать оценку таким заявлением руководителей газового монополиста. С начала месяца в Украине остановилась уже четвертая теплоэлектростанция, на этот раз в Днепропетровской области. Криворожская ТЭС прекратила работу из-за блокады поставок угля с неподконтрольных территорий Донбасса. На складе у энергетиков осталось около 30 тысяч тонн антрацита. Это обязательный резерв топлива на случай внештатной ситуации в энергосистеме Украины. С начала суток в зоне АТО 23 обстрела, двое бойцов ранены. Утром боевики ударили из тяжелой артиллерии по мирным кварталам Маринки. Взрывы раздавались прямо возле школы, где прямо в этот момент шли занятия. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. В Маринской школе номер 2 начало учебного дня. Невзирая ни на что, враг начал обстрел из тяжелых орудий. Снаряды взрывались прямо в жилых кварталах. Все ближе и ближе к учебному заведению. Детей спешно отвели в бомбоубежище. Дети все, слава богу, живы, здоровы. По команде мы вышли, когда уже было безопасно, мы поднялись на этажи, в свои классные комнаты и продолжили учебный процесс. Но можно сказать, что дети, конечно же, испугались. Учебный процесс нарушился, дети уже были не так внимательны. Обстрел мирных жителей начался в полдесятого утра и длился 15 минут. Под огонь попали улицы Тельмана и Матросова. В настоящий момент марьинским отделением полиции виделся обследование территории на выявлении разрушений и взрывоопасных предметов. Среди местного населения города Марьинка на данный момент пострадавших не обнаружено. Между тем, вчера вечером во время очередного обстрела был ранен 38-летний житель Марьинки. Он прикрыл своим телом супругу и получил ранение в грудь и живот. На передовой наибольшее напряжение на Мариупольском направлении, а также под Горловкой. За минувшие сутки и сегодняшний день ранены семь украинских бойцов. На Луганском направлении эпизодические обстрелы. Наши воины наблюдают, как враг укрепляет фортификационные сооружения. В районе Авдеевки враг ввел обстрел на протяжении 12 часов беспрерывно. Только за полчаса выпустил около полусотни мин крупного калибра. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун. Подробности в телеканал Интер. Вашингтон не допустит пакетных договоренностей в решении ситуации на Донбассе. В этом президента Украины заверила госсекретарь США. Как сообщается на сайте главы государства политики консультировались по телефону накануне визита Рекса Тилерсона в Москву. Госсекретарь подчеркнул Америка поддерживает территориальную целостность Украины и настаивает на выполнении минских договоренностей. Стороны продолжат двухсторонние консультации уже после завершения визита госсекретаря США в Россию. Рекс Тилерсон уже в Москве, где начинается его первый визит в Россию в статусе госсекретаря. Встреча с главой МИДа Сергеем Лавровым состоится завтра и пока это единственные официально подтвержденные переговоры. Чего от них ждать выяснял в американской столице мой коллега Дмитрий Анопченко. Рекс Тилерсон не раз посещал Россию сначала как вице-президент затем и как глава американской Эксенмобил но в этот раз он впервые с совершенно другой миссией. Какой же она будет? Надавить, предупредить или наладить отношения подорванные после недавних химатак в Сирии? Будет ли это план Тилерсона или все-таки ультиматум Тилерсона? В Госдепартаменте рассказали на что рассчитывают. Признались госсекретарь не везет никакого послания от Трампа. Тот уполномочил Тилерсона вести переговоры от своего имени и от имени Соединенных Штатов. Это по сути ответ на недавние публикации что риторика главы Госдепа якобы может отличаться от мнения президента и он потом все равно все сделает по-своему. Вопрос встречи Трамп-Путин также не будет обсуждаться. Главная тема ожидаема Сирия но для Вашингтона важна и Северная Корея. А вот только сегодня по этому поводу Дональд Трамп опубликовал очередной твит мол Северная Корея ищет неприятностей если Китай решит помочь то это отлично если нет то мы справимся и самостоятельно и подпись США и многие в команде Трампа считают что как вклад в укрепление отношений между Москвой и Вашингтоном Кремль мог бы надавить на северокорейского диктатора. В Госдепартаменте при этом сказали журналистам что не берутся прогнозировать как пойдет разговор в Москве. Вашингтон в принципе хотел бы наладить сотрудничество с Россией но пока никаких решений не принято. Накануне агентство США этот пресс сообщило что госсекретарь якобы выдвинул ультиматум либо Москва сотрудничает с Америкой либо с режимом Асада но официального подтверждения этому нет. В Госдепартаменте заявляют все будет зависеть от позиции Москвы по Сирии и если она продолжит поддерживать Асада то прямая цитата это и окажет влияние на наши взгляды. Политические эксперты тоже говорят что сейчас в Москве Тилерсон будет в первую очередь добиваться смены Асада лишения его власти. Главный план сейчас в ходе визита в Москву госсекретарь будет давить чтобы Женевский мирный процесс продолжался. Нужно усадить всех за стол и найти решение по Сирии. И особенно заставить русских оказать большое давление на Асада чтобы разработать план его ухода. В Сирии и Северной Корее Лавров и Тилерсон посвятят большую часть времени но и тему Украины тоже в планах госсекретаря. На прямой вопрос в какой степени будут обсуждать Украину и будут ли вообще в Госдепартаменте сказали что да будут и госсекретарь Тилерсон скажет Лаврову о необходимости выполнения России и Минских соглашений и о том что санкции введенные в связи с ними не будут сняты до того как Россия не выполнит все взятые на себя обязательства. Но какой теме уделят больше или меньше внимания станет понятно уже завтра когда и завершатся эти переговоры от которых так много зависит. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко Юрий Романюк Американское бюро телеканала Интер. При любом признаке агрессии ударим по военным базам США с такими заголовками вышли сегодня государственные северокорейские СМИ об этом сообщает агентство Reuters ядерный удар обещают нанести как по базам на территории США так и по расположенным в границах Южной Кореи напомню что 9 апреля к корейским берегам был направлен американский атомный авианосец новых санкций против России не будет а продление уже существующих зависит от выполнения Москвой минских соглашений по Донбассу так решили участники саммита G7 о чем еще договорились главные дипломаты стран Большой Семерки каким соглашением им прийти не удалось узнаем от Оксаны Кундеренко на языке дипломатов это называется семейная фотография семья из которой три года назад исключили Россию и которая из Большой Восьмерки превратилась в Семерку тем не менее российский вопрос главный на повестке дня саммита министров иностранных дел что делать с Москвой которая поддерживает действия Асада в Сирии и отрицает его ответственность за химатаку на гражданское население нам нужны доказательства от независимых специалистов которые расследуют этот инцидент и тогда ответственные будут наказаны не только сирийские генералы но и российские военные которые им содействовали Борис Джонсон который накануне отказался ехать в Москву в Италии активно продвигал идею санкций против России и Сирии хотел точечно наказать военных чиновников которые непосредственно причастны к авиаудару по больнице но эта идея не нашла поддержки у остальных участников встречи хотя госсекретарь США и пытался всячески убедить их российские власти сразу после Италии вылетел в Россию кроме коллег министров он встретился с лидерами ближневосточных стран сошлись на том что нужен диалог санкции против России работают слабо доказано на примере Крыма и Донбасса нам нужен диалог с Россией и не нужно загонять Россию в угол изолировать мы также просим президента Путина перестать доверять Асаду Путин имеет достаточное влияние может надавить на сирийского лидера чтобы заставить его соблюдать перемирие что министры сделали дружно так это осудили химическую атаку в Сирии и пришли к выводу что режиму Башара Асада нужно положить конец теперь осталось самое сложное убедить Россию не поддерживать диктатора и помочь провести в охваченной войной стране демократические выборы а в итальянской Тоскане за воротами саммита протестующие подрались с полицией несколько человек получили ранения десятки задержаны но эти беспорядки длились всего пару часов вспоминали в Италии и Украину выводы по конфликту на Востоке записаны в финальной резолюции саммита Минский процесс зашел в тупик с сожалению констатируют дипломаты но об Украине не забывают приоритетом по прежнему остается территориальная целостность страны Оксана Кунтеренко и Сергей Дубинин подробности Европейское бюро телеканала Интер Германия тем временем готовится принимать лидеров уже большой двадцатки сильные мира сего в начале июля встретятся в Гамбурге но как оказалось не всем там рады один из отелей отказал в размещении Дональду Трампу почему и где будет жить хозяин Белого дома узнаем от Татьяны Лагуновой один из самых влиятельных политиков в мире президент США ищет ночлег в пятизвездочном отеле немецкого Гамбурга буквально на две ночи в Германии Дональд Трамп будет гостить с 7 по 9 июля он прилетит на саммит большой двадцатки но вот где остановится неясно отель для хозяина Белого дома пока не нашли немецкие СМИ сообщают американская делегация направила запрос в один из лучших отелей Гамбурга четыре времени года там в декабре во время саммита ОБСЕ останавливался бывший госсекретарь США Джон Керри но в этот раз Вашингтон якобы получил отказ представители отеля эту новость не комментируют а СМИ пытаются угадать причину нет достойных свободных номеров что-то личное или просто менеджеры не хотят создавать другим гостям неудобства из-за повышенных мер безопасности американцы тем временем подыскивают Трампу другую гостиницу и не только в Гамбурге рассматривают и такой вариант жить президент США будет в Берлине и из столицы летать в Гамбург на встрече с другими лидерами двадцатки кстати по информации немецких СМИ отель пока не забронировал еще один участник саммита президент России Путин саммит большой двадцатки в Гамбурге уже называют одними самых важных событий политического лета среди заявленных тем традиционная для таких встреч глобализация климат миграция экономические вопросы регулирования финансового рынка и борьба с коррупцией но конечно же в Гамбурге будут говорить и о ситуации в Сирии а также об эскалации на востоке Украины Татьяна Луганова Вячеслав Ролов подробности немецкое бюро телеканала Интер вы смотрите подробности вот что у нас во второй части отстраненный что ждет патрульного Алиника которого обвиняют в убийстве человека кулаками после драки чего добились одесские активисты пришедшие с требованиями к правоохранителям стали известны даты и время первого судебного заседания по делу Януковича первое слушание по делу о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича назначено на 4 мая и пройдет оно в Оболонском районном суде столицы вчера как только дело передали из апелляционного суда был утвержден состав коллегии рассматривать это дело будут судьи которые ранее вынесли приговор бойцам бывшей роты МВД торнадо повторно отстраненный столичный полицейский Сергей Алиник еще два месяца не сможет выезжать на патрулирование такое решение сегодня принял Голосеевский райсуд Киева напомню полицейского подозревают в умышленном убийстве пассажира БМВ подробнее о судебном процессе где наконец-то собрались все стороны расскажет Юлия на сегодняшнее заседание пришли обе стороны родственники погибшего в перестрелке Михаила Медведева возмущены тем что патрульный до сих пор на свободе и не уволен из полиции это все полностью зафиксировано материал доказано что первая пуля мы зашла через ребро через легкие в сердце он находится на той же посаде как и был по юридическим документам защита Олейника признает он до сих пор служит в полиции однако уверяют что боевого оружия у него нет подозреваемый с неохотой признал что до сих пор инспектор прокурор потребовал отстранить Олейника от должности на что защита заявила для этого нет никаких правовых оснований потому что еще нет решения суда решения решения прокурор прокурор адвокат окей подозреваемый не уйдет банк российского происхождения не закроется все подробности расскажет Светлана Шакера под яркими украинского полицей 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 противодействия 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 на пророссийские настроенных активистов, которые выкрикивали антигосударственные лозунги. Сатисфакцию активисты отправились искать в кабинеты главных правоохранителей. Впрочем, и здесь общение с полицейскими не заладилось. И полиция начала действовать на разъятие конфликта и недопущение массовых беспорядков. Аньба! 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 Мусора! Мусора! Аньба! 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 В итоге к митингующим вышел начальник областной полиции Дмитрий Головин. Он сообщил, что задержание в основном проводили сотрудники Киевской патрульной службы, которые приехали в Одессу для усиления. Сейчас в управлении будут выяснять, правомерно ли применялись вчера дубинки и наручники. Да, они не знали некоторых ребят в лицо. Да, возникло это. Мы готовы провести вместе с общественностью служебное расследование. Кто будет виновен из нас в полиции, они будут наказаны однозначно. На проверку полиции понадобится две недели. Активисты же собираются обратиться в военную прокуратуру, чтобы там оценили действия правоохранителей. Между тем, не за горами еще две непростые для Одессы даты – 2 и 9 мая. Силовики обещают, иногородних коллег привлекать уже не будут. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности – телеканал Интер. Одесса. Чтоб вы жили на одну зарплату. Начальник патронатной службы городского головы Ивана Франковска Виктория Дротянко на собственном примере может доказать, что это не так уж плохо, как может показаться. Чиновница со скромным окладом за год сумела приобрести офисное помещение в центре города и двухкомнатную квартирку. Как ей это удалось, выясняли наши корреспонденты. Ивано-Франковские журналисты сообщают, в декларации начальника патронатной службы Ивано-Франковского горсовета Виктории Дротянко удивляет огромная разница между доходами и расходами. За прошлый год чиновница заработала всего 105 тысяч гривен, зато потратила в четыре раза больше. Купила двухкомнатную квартиру и офис в центре города. И все бы ничего, если бы в электронной декларации не было указано, что главный и единственный источник ее доходов – это зарплата. Подозрительной показалась журналистам и цена, по которой чиновница приобрела недвижимость. Своё жилье 32-летняя Виктория Дротянко купила вот в этом доме. Двокомнатные квартиры здесь стоят не менее 800 тысяч гривен. Офис в центре города площадью 36 квадратов за 360 тысяч гривен – это тоже нереально, уверяют риэлторы. Я бы сам купил по тысячу гривен за квадратный метр. Ну, сами понимаете, ну, тысячу гривен центральной частины места – это очень мало. Журналісти проанализировали декларации чиновницы и за предыдущие годы. Как видно из декларации, за 2015 год паня Дротянко заработала 8 683 гривен, и это единственный ее доход. В 2014 году – 17 300 гривен. Тут вопрос уже в каких-то коррупционных схемах и в каких-то договоренностях, чему данные цифры такие низкие. Або они занижены специальной оценкой для того, чтобы не платить податки, або тут уже идут какие-то коррупционные договоренности бартерные. Встречаться с журналистами начальник патронатной службы не захотела. У ее кабинета мы прождали почти полдня, но получить комментарий так и не смогли. В случаях, когда чиновники скрывают свои реальные доходы, очень много рассказывают общественные активисты. К примеру, согласно декларации главы Ивано-Франковской ОГА, его жена в прошлом году купила иномарку по цене старых «Жигулей». Автомобиль, который декларуется дружиной, купленный 19 березня 2016 года, Lexus RX 350, годы выпуск 2014 года, чтобы вы понимали, цена его 45 тысяч гривен. Это даже на 2 тысячи долларов. Результаты своих расследований активисты передадут в Национальное агентство по противодействию коррупции и будут ждать реакции на ПК. Анастасия Старовой, Джанна Дучак, Вячеслав Никифоров. Подробности, телеканал Интер, Ивана Франковская. А вот обитатели лагеря для беженцев на севере Франции остались без крыши над головой. Убежище сгорело дотла. Пожар начался после драки между афганцами и курдами. Где теперь разместят полторы тысячи мигрантов, разбиралась Елена Абрамович. Север Франции, пригород Дюнкера. Так этот лагерь выглядел всего пару дней назад. Около 300 деревянных построек, полторы тысячи обитателей. В основном иракские курды. После пожара от него почти ничего не осталось. Огонь охватил половину построек мгновенно. Клубы дыма были видны за километры. Началось все и с конфликта между жителями убежища. Вечером между афганцами и курдами возникла большая ссора. Афганцы первые атаковали курдов с ножами и камнями. Всем, что попадалось под руку. Шесть человек получили ножевые ранения. Еще как минимум десяток пострадали в результате пожара. Сообщили местные власти. Полицейские пытались взять ситуацию под контроль еще во время драки. Но в них полетели камни. Мы не знаем из-за чего точно произошла драка. Но посмотрите, чем это закончилось. Все сгорело. Я потерял все документы. У меня теперь есть только эта бумажка. О том, что ситуация в лагере настолько напряженная, что его нужно срочно. Закрывать министр внутренних дел Франции говорил еще месяц назад. Обострение произошло после того, как полгода назад закрыли соседний лагерь. Кале. Так называемые джунгли. Тысячи человек из него распределили по всей Франции. Часть сюда. Я приехал с региона Кале. Видел несколько людей вдоль дороги. Наверное, часть возвращается туда. Другие, скорее всего, в Лиль, Париж, Брюссель. Это люди, которые хотят переехать в Англию. Воссоединить семью. Мигранты, нацеленные на Великобританию, обычно селятся в лагерях на севере Франции, возле пролива Ла-Манш. Поджидают удобный момент, чтобы пробраться в грузовики, которые направляются в сторону Лондона. Но они лишь малая часть беженцев, которые прибыли в страны Евросоюза за последние пару лет. Что с ними делать? Новые подходы и решения Брюссель подыскивает едва ли не каждый день. Количество детей-мигрантов, которые прибывают в ЕС, значительно выросло. Поэтому завтра комиссия предложит ряд решений, чтобы усилить защиту для детей-мигрантов на всех этапах процесса. Третьмигрантов, которые приезжают в страны Евросоюза, это сирийцы. Вынуждены бежать от войны. На втором месте афганцы. Далее иракцы. По официальным данным, убежище в странах ЕС за последний год попросили миллион двести тысяч людей. Это всего на пятьдесят тысяч меньше, чем годом ранее. Но снижение динамики налицо. Брюссель объясняет, помог договор с Турцией. Анкара забирает обратно тех, кто прибыл нелегально. В обмен получает шесть миллиардов евро на их содержание. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Взрыв в полицейском участке на юго-востоке Турции. На воздух взлетела мастерская по ремонту полицейской бронетехники. Один человек погиб, и еще десять получили ранения. Мастерская полностью уничтожена. Повреждены близлежащие дома. На месте взрыва вспыхнул пожар. Но власти не спешат квалифицировать этот инцидент как теракт. Министр внутренних дел заявил, что взрыв произошел во время ремонта автомобиля. Дополнительные меры безопасности в городе не вводили. Внезапно я услышал взрыв. Хотел что-то разглядеть, но это было нереально. Камни, куски железа и другие фрагменты сыпались на голову, как дождь. Едва успел закрыть лицо руками. Пришлось прятаться в автомобиле. Он поврежден. Напомню, уже в это воскресенье в Турции пройдет референдум. Гражданам этой страны предлагают одобрить 18 поправок в Конституцию, которые значительно усилят позиции президента Эрдогана. Будем отслеживать эту тему. В Швеции суд вынес решение об аресте Рахмана Акилова, которого подозревают в организации совершения теракта в Стокгольме. Ранее 39-летний уроженец Узбекистана признал вину и заявил, что не жалеет о случившемся. По словам адвоката, Акилов готов сесть за решетку. Напомню, в минувшую пятницу в центре шведской столицы грузовик врезался в толпу. На пешеходной улице 4 человека погибли, 15 получили ранения. И до сих пор не ясно, были ли у Акилова сообщники. Человек, который сейчас сидит в зале суда, был в кабине автомобиля. Данные о нем могут меняться, но именно он был за рулем. Мы с моими коллегами сделаем все возможное, чтобы выявить всех виновных и привлечь их к ответственности. Любитель вечеринок Берлускони призывает отказаться от мяса на Пасху, а австралийские зоологи лечат от наркозависимости питона. Об этом и не только в нашем обзоре. Сто тысяч просмотров за один день. Видео, на котором пассажира силой выдворяют из салона самолета, разлетелось по соцсетям. И акции авиакомпании United поползли вниз. Перевозчику понадобилось срочно доставить четырех сотрудников, но все билеты были проданы, поэтому мест на рейсе не осталось. Тогда дирекция предложила компенсацию для добровольцев, готовых покинуть самолет. Когда таковых не оказалось, применили силу. Пострадавший уверен, ему досталось из-за азиатской внешности. По факту инцидента идет внутреннее расследование. Питон-наркоман. В Австралии двухметровую змею пришлось отправить на реабилитацию, чтобы избавить ее от зависимости. Животное нашли во время рейда в лаборатории по производству амфетамина. Зоологи сразу заметили странное поведение питона. Медицинская проверка подтвердила его наркозависимость. Находясь в лаборатории, он постоянно подвергался воздействию частиц метамфетамина. Выводили наркотик из организма змеи месяц, но к обычному состоянию вернули только спустя полгода реабилитации. Случайная явка с повинной. В Китае мужчина прибежал с краденым прямо к полицейскому участку. Преступник вырвал мобильный телефон у женщины и пустился на утек. Пытаясь оторваться от погони, оказался на стоянке полиции. Когда осознал оплошность, было слишком поздно. Его догнали очевидцы кражи и пострадавшие. Мужчина тут же сдался офицеру полиции, курившему в сторонке, и признал свою вину. Средь бела дня обворовали и туристок в Техасе. Женщины наслаждались видами сафари-парка из автомобиля. Им посчастливилось увидеть верблюда и страуса. Пока они с восторгом наблюдали за приближением Двугорбова, тот бесцеремонно просунул голову в открытое окно машины и сживал бумажный пакет с едой. Вслед за верблюдом найти в автомобиле что-то съестное попытался и страус, но женщины успели закрыть окна. Отпраздновать Пасху без мяса призывает бывший итальянский премьер. Год назад появились слухи, что Сильвио Берлускони стал вегетарианцем. А сейчас, накануне праздника, он выкупил сбойни пятерых ягнят. Им была уготована участь стать главным блюдом на традиционном пасхальном ужине. Вместе с подругой и бывшим министром Микеле Викторией Брамбилой он выпустил видео, на котором кормит ягнят из бутылочки, обнимает их и целует. Все это происходит на загородной вилле Берлускони, более известной скандальными вечеринками Бунга-Бунга с участием неполнолетних девушек. Чемпион по скоростному поеданию сладкого удержал свой титул и даже побил предыдущий рекорд. Американец Мэтт Стоуни съел 255 зайчиков из маршмеллоу за 5 минут. Эти разноцветные фигурки – традиционное пасхальное лакомство в США. В послужном списке Стоуни уже немало рекордов по скоростному поглощению пищи. За те же 5 минут он может съесть 182 ломтика бекона, а за 10 – 241 куриная крылышка. Американец занимает второе место в рейтинге высшей лиги едоков. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова